Участок теплотрассы длиной почти 3 километра модернизируют в железнодорожном районе Самары. Трубы отопления и горячей воды проходят во дворе домов на улице Пензенской. Объект вместе с руководителями ресурсознабжающей компании и подрядной организации осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Говорили о сроках завершения работ и о количестве рабочих и подвозе необходимых материалов, чтобы закончить все по графику. Материал у нас есть. Мы организовали все склады, если вы обращали внимание, на дачные у нас лежат. Внизу у нас лежит труба, мы все складируем. Мы подвозим. Участок требует, он едет, грузит, привозит. Не складируется лишний материал по дворе. Перекладывают теплотрассу во дворах у домов по проспекту Кирова в промышленном районе. Здесь уже смонтировали основной узел и теперь завершают монтаж новых труб к домам. С учетом того, как есть, у нас они все уже заведены. То есть основные вехи от центральной трубы в каждый дом проложены. То есть она заходит на один дом, на второй, на один дом, на второй. Укладывают трубы сразу в специальной пенополиуретановой теплоизоляции. Это сокращает срок работ и повышает эффективность теплоносителя. Это позволяет нам сокращать сроки производства работ. То есть отсутствует практически полностью этап изолирования трубопроводов с целью сохранения и снижения потерь в тепловых сетях. Срок завершения работ – конец сентября. Если нужно будет запустить отопление раньше, будет использован временный трубопровод, который специально монтируют при каждой перекладке, чтобы не оставлять потребителей без горячей воды. После монтажа основной трассы ресурсники выполнят переключение. Также рабочим нужно выполнить полное восстановление благоустройства до конца октября. Такие же сроки стоят и на других объектах, которые осмотрела во время объезда глава Самары. Безусловно, восстановление благоустройства лежит на сетевой организации. Уже по многим объектам приступили к благоустройству, подрядная организация. Идет обратная засыпка, восстановление асфальтового покрытия, восстановление плитки, либо восстановление газов. Так же будет и до всех территорий. Завершающую стадию работ, а именно подключение новых трасс к домам, ресурсники будут проводить совместно с представителями управляющих организаций, чтобы подключение проходило последовательно и безаварийно. Всего в городе в этом году обновляют 28 километров теплотрасс на 24 участках. На большей части объектов модернизацию уже закончили. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...